Выставочный павильон За это лето силами строителей и с вашей помощью, которую вы оказывали постоянно на протяжении всего строительного сезона, удалось поставить стены, стропильную систему, установить перекрытие межэтажное и накрыть кровлю. По общему объему строительных работ, в пересчете на кубометры древесины, это порядка 155 кубометров древесины было уложено. Работы выполнялись по сборке сруба, в основном добровольцами. Все, кто мог приложить свои силы рабочие, сюда приезжали в свои отпуска и помогали собирать это сооружение. Сейчас мы с вами пройдем в будущие внутренние помещения нашего павильона. Здесь у нас получается вот такая веранда. Открытая веранда с двумя большими окнами. В этом помещении, через которое мы сейчас заглянем через окно, в которое здесь у нас лежит сейчас строительный материал. А это будущий выставочный зал. Также планируется в этом зале разместить и книжный салон. В эти двери, это мы заходим сейчас с вами в тамбур. Здесь тоже вот такое окно. Может быть какие-то художники смогут и витраж сюда сделать. Будет, наверное, очень красиво. Через эти двери мы попадаем на лестничные, будущие лестничные марши. С правой стороны у нас будет малый выставочный зал. Здесь сейчас у нас сложены остатки кровли, которые будут устанавливаться уже летом. Прямо, также через будущий арочный проем дверной, мы попадаем в большой выставочный зал. Сейчас уже можно будет примерно оценить его видовые характеристики. В этом зале не будет ни колонн, никаких либо подпорок. То, что мы сейчас видим, это абсолютно временные поддерживающие элементы, которые в ближайшее время будут убраны. Вот такие высокие будут потолки в этом выставочном зале. Высота потолка будет 3 метра 65 сантиметров. Площадь этого зала составит порядка 75 квадратных метров. В этом зале можно проводить выставки, можно проводить собрания, различные конференции на Алтае. То есть это очень многофункциональное помещение будет с высокими потолками. Такие потолки запланированы специально для того, чтобы здесь можно было длительное время находиться большому количеству людей. Это два будущих окна этого зала. В результате работы нашей здесь вот у нас еще с чердачного помещения мы решили сделать небольшую кладовочку, в которой будут храниться соответствующий технический инвентарь этого выставочного зала. Теперь хочется поговорить о том, какие же будут работы вестись в зимний и весенний период на этом сооружении. Сейчас все работы будут проходить под кровлей, внутри помещений. Будут вестись работы сейчас по установке потолков, по установке перекрытий. То есть, что это значит? Полы здесь должны быть со звукоизоляцией. Значит, будут делаться черновые полы. Будет укладываться минеральная лата. Заказаны уже обсадные коробки. Как только они придут, будут устанавливаться обсады. Вслед за ними к весне будут установлены уже окна. Проектируются двери на данное помещение. То есть, работы не останавливаются. В основном, конечно, работы будут идти по заготовке строительных материалов. Это минеральная вата. Это пиломатериалы. Это отделочные материалы. Окна, двери. Это расходные материалы для обработки и шлифовки стен. Как внутри, так и снаружи. Мы сейчас с вами обойдем по кругу все наше сооружение и посмотрим. По кровли у нас остались какие еще работы? По кровли у нас остались работы. Установить карнизы. Установить дождевую систему для сбора воды. То есть, рычки и дождевые трубы. Чтобы сруб наш не страдал. Сруб, все бревна, как мы видим, они сейчас почернели за это лето. Их надо будет все очистить от этой черноты. И, соответственно, покрыть специальными морилками. Как мы видим, работа по отделке сруба очень огромная. Площади очень велики. Конечно, на следующее лето потрудиться здесь придется очень и очень крепко. Каждое бревнышко нужно будет почистить, отшкурить, отшлифовать. После чего покрыть уже растворами морилки. Очень большая работа по установке карнизов. Все эти лобовые доски нужно будет покрыть металлом. Поставить рычки для сбора дождевой воды. И спуска ее на землю. Также необходимо будет заняться отмосткой. Установкой отмостки. И установкой отделкой цоколя. Нашего будущего помещения. Дорогие друзья, хочется выразить огромную благодарность всем-всем-всем строителям. Всем помощникам, кто каким-либо образом откликнулся на нашу добрую весть у строительства выставочного павильона, дело Рерихов должно процветать, должно шириться и должно быть, видимо, во всех концах земли. Мы строим город небывалый, Одежды белые надев, Не ради власти или славы, Во имя блага всех людей. Мы строим и не отступаем От трудностей и от преград, Свой труд за счастье почитаем, Не ждем похвалы или наград И не боимся поношений. Мы знаем, в город тот придут Посланцы новых поколений, Которых неотложно ждут. Редактор субтитров А.Семкин